Приветствую вас на канале Техревизор. Масляные радиаторы предназначены для обогрева помещений путём теплоотдачи от нагретых стенок корпуса. Обогреватели различаются мощностью, количеством секций, способом управления и другими характеристиками. В этом рейтинге я собрал лучшие масляные радиаторы на 2024 год. У каждой модели есть модификация различной мощности, что позволяет подбирать обогреватель для определённой площади помещения. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Начнём обзор с седьмого места рейтинга, на котором стоит Resanta OM-M7N. Это недорогой, компактный и узкий масляный обогреватель, самый малогабаритный в серии. Он выполнен в аккуратном дизайне, имеет 7 секций, наделён опорами, ножками и широкой удобной ручкой для возможности переноса по помещению. Модель подойдёт для обогрева небольшой площади до 10 квадратных метров. Включение происходит с помощью кнопки на корпусе, а для плавного изменения интенсивности работы есть поворотный переключатель. Мощность радиатора составляет 700 Вт. Ну и в целом это оптимальный, недорогой обогреватель без возможности изменения режима работы в простом исполнении для небольших комнат. У производителя есть модели и функциональнее, например, Resanta OM-PT7N. Это также семисекционный радиатор, но более высокой мощности – 1500 Вт, с тремя режимами работы и удобными колёсами для перемещения по комнате. На шестой строчке топа стоит Syntec ST6201. Масляный радиатор с девятью секциями для обогрева помещений площадью до 20 квадратных метров. Обусловлено это высокой мощностью – 2000 Вт. Мощность работы можно выбирать с помощью поворотного регулятора на корпусе. Здесь предусмотрено три режима – слабая мощность, средняя и максимальная. Кроме этого, есть терморегулятор, позволяющий контролировать уровень нагрева с плавной регулировкой. Когда воздух прогреется до определённого уровня, терморегулятор отключит нагрев, а при его остывании работа возобновится автоматически. Радиатор можно приобрести в белом или чёрном цвете корпуса. Модель наделена колёсными шасси, что позволяет без труда перемещать его по помещению. Для этого в верхней части есть интегрированная ручка, а на время хранения провод можно смотать на специальную конструкцию в нижней части. Пятое место рейтинга занимает Oasis US25 – мощный масляный радиатор для обогрева больших помещений площадью до 25 квадратных метров. Он выполнен в бело-сером корпусе, выделяется меньшей высотой, но большей длиной. У него предусмотрено 11 секций. Вес прибора составляет 7,5 килограмм, поэтому для удобства перемещения он оборудован опорами с колёсами и удобной ручкой верхней части. А внизу есть отсек для сматывания провода на время хранения. Панель управления здесь стандартная, два регулятора и индикатор работы. С помощью поворотной ручки можно выбрать один из трёх режимов мощности – 1000, 1500 и 2500 Вт. А второй регулятор служит для выбора уровня нагрева. Модель наделена защиты от перегрева, а также защиты от пыли по стандарту IP20. Влагозащиты корпус не имеет, как и большинство таких обогревателей. Четвёртое место занимает Neoclima NC9307. Компактный обогреватель в изящном дизайне. Его подчёркивают плавные линии корпуса, сильное закругление секций и чёрная панель управления. Несмотря на небольшой размер и 7 секций, модель обладает высокой мощностью в 1500 Вт и подойдёт для помещений до 15 квадратных метров. Эргономичный дизайн дополняют роликовые колёса, которые обеспечивают удобное перемещение по комнатам. А вот ручка здесь небольшая, интегрированная. У обогревателя предусмотрено три ступени мощности – 600, 900 и 1500 Вт. Для их регулировки есть поворотный переключатель. А терморегулятор служит для выбора интенсивности нагрева. Когда прибором не пользуются, провод можно смотать на специальный отсек. Как и прочие обогреватели, модель наделена защитой от перегрева и от пыли класса IP20. Такими опциями обладает и следующий участник. А теперь перейдём к тройке лидеров и начнём с заноси ZOH-CS11W. Масляный радиатор в стильном дизайне выделяется оригинально интегрированной ручкой и исполнением регуляторов, которые вынесены на серебристую панель. Обогреватель представлен 11 секциями, из-за чего обладает большей длиной – 52 сантиметра. Он предназначен для помещений площадью до 27 квадратных метров. Прибор установлен на устойчивые колёсные шасси, которые обеспечивают возможность простого перемещения по помещениям, что важно, учитывая большой вес прибора – 10 кг. Мощность обогрева достигает 2,2 кВт. Её можно регулировать, выбирая одно из трёх положений. Ещё можно контролировать степень нагрева с помощью терморегулятора. Обогреватель в надёжном исполнении наделён защитой от перегрева и получил сертификат пожаробезопасности. Не меньшей надёжностью и качеством исполнения порадует следующий участник. На втором месте BALU BOHCL07WRN. Радиатор выполнен в белом корпусе с чёрными элементами, смотрится стильно. Корпус защищён от воздействий внешних факторов благодаря антикоррозийному составу Protective Coating. Также хочется отметить устойчивость ножек с колёсиками благодаря конструкции High Stability, которая полностью исключает вероятность опрокидывания. Ещё производитель использовал в этой модели термостат нового поколения OptiHeat с функцией автоматического поддержания температуры и удобным эргономичным управлением. В нижней части расположена конструкция для наматывания провода для компактного хранения. Модель с семью секциями предназначена для работы в помещениях до 20 квадратных метров. У неё есть три ступени мощности – 600, 900 и 1500 Вт. Их выбор происходит с помощью поворотного регулятора. И, кстати, у производителя есть модель с другим способом выбора режимов посредством клавиш – BALU BOH CM05WDN. По оснащению она такая же, а отличается только исполнением панели управления и дизайном. А теперь перейдём к лидеру рейтинга Electrolux EOH M9157. Это уникальный по дизайну масляный обогреватель из серии Wave, для которой характерно необычное исполнение рёбер. А сделано это не просто для красоты, а для увеличения скорости и эффективности нагрева и повышения прочности стенок, их стойкости к механическим повреждениям. Внимание заслуживают и рукоятки выбора мощности и температуры. Отделка боковой панели и широкая эргономичная ручка для перемещения. Колёса обеспечивают хорошую манёвренность. Ещё одна удобная деталь – это скрытое хранение смотанного провода в специальном отсеке сбоку на корпусе. Модель с семью секциями рассчитана на работу в помещениях площадью до 20 квадратных метров. Мощность прибора составляет 1500 Вт. Здесь предусмотрено три ступени мощности. Обогреватель наделён защитой от перегрева и от попадания пыли по стандарту IP20. Ещё он оснащён защитным отключением, которое срабатывает при сильном наклоне или опрокидывании. Такой опции у других участников рейтинга нет. Ну и в общем, это наиболее эффективный, эргономичный и продуманный во всех деталях масляный радиатор, который по праву занял первое место. Хоть он и выделяется более высокой ценой в сравнении с аналогами. На этом мой рейтинг подошёл к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закреплённом комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.